Сегодня Вячеслав Гайзер принял участие в открытии новой школы-сада в поселке Керки, Сосногорского района. Строительство объекта обошлось в 44 миллиона рублей. Новое учебное учреждение малокомплектное. В первый класс сегодня пошли 4 ученика, а в детский сад 19 малышей. По словам губернатора, в ближайшее время в регионе откроют еще 10 подобных учреждений. Александр Думбурович подробнее. 18 дошколят и столько же младших школьников поселка Керки объединила общая крыша над головой. Этот день знаний ребята встречают в новом комфортном и красочном здании. Руководитель республики вместе с первоклассниками подает первый звонок. Слова поздравления уже внутри. Наши дети, я уже всегда и неоднократно об этом говорил, и будут говорить, должны учиться и расти в очень современных и достойных условиях. И мы продолжаем эту программу. И до конца года мы в республике еще откроем 2 новых школы. И дальше мы снимем еще 10 новых садов до конца года. Современное здание рассчитано на 40 детей. Руководитель региона отправился в Нижний Одесс, где посетил местную котельную. По словам руководителя компании Теплосервис, в целом работает неплохо. Разве что собираемость жильцов порядка 90%, а за энергоресурсы требуется платить все 100%. Физкультурно-оздоровительный центр «Нефтяник» недавно реконструировали. Тем не менее, жители просят о крытом стадионе. Вячеслав Гайзер дает поручение руководству муниципалитета обратиться к опыту Кнежпогодского района. Там открытую площадку удалось сделать крытой, причем проект достаточно недорогой. В поселковом доме культуры тоже был ремонт. Так появился обновленный выставочный зал и еще одно помещение, где расположился 3D-кинотеатр. Кстати, первый в Сосногорском районе. После небольшой экскурсии уже в Большом зале Вячеслав Гайзер встретился с жителями Нижнего Одесса. И первый же вопрос о дорогах. По словам руководителя региона, дорога Ухта-Ухтыл есть в среднесрочных планах реконструкции, на виду строительской Печорской и еще рядом других. Коснулись и транспорта воздушного. Билет из Ухты до Москвы в два раза дороже, чем из Сыктывкара. Решение одно – развивать конкуренцию с помощью базового перевозчика. Четыре борта Л-410 уже летают как внутри региона, так и до ближайших соседей. На очереди покупка шести эмбрайеров. Это уже среднемагистральные реактивные самолеты. Если мы эту конкуренцию не создадим, то вот этот междусобочий, который у нас по большому счету базовый перевозчик в республике, один сложился, не первый. Вот он не хочет, у него конкурентов-то нет. Нехватка врачей – не менее острая проблема для всей республики. Сейчас укомплектованность кадрами лишь 52%. Правительство делает шаги к выравниванию ситуации. Это и подготовка своих специалистов, и привлечение из других регионов. Немало пользы и от так называемых подъемных. Но если врач приезжает работать в сельскую местность, то подъемные, которые мы сегодня платим, это миллион рублей. Если в поселок городского типа, с первого января мы такое решение отдельно приняли, этого не было, 500 тысяч рублей. Если в ВИФА приезжают, работают специалисты, но это уже среди медицинских персоналов, медсёзы, то, соответственно, 300 тысяч рублей. Были и вопросы местного уровня, отсутствие тротуаров, строительство школьного стадиона. Одна жительница даже попросила Гайзера помочь в строительстве храма. Из более глобального – повышение зарплаты обслуживающего персонала образовательных учреждений. Оно произойдет с 1 октября. Задача на перспективу – в соответствии минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Спрашивали даже о том, как западные санкции повлияют на цены на продовольствие. К сожалению, некоторые коммерсанты уже повышают стоимость продуктов. С необоснованным повышением борются и общественность, и чиновники. Выработан список тех продуктов питания, которые входят в корзину социально значимую. И по этим продуктам они ежедневно мониторивают и в сетях, и в рознице не сетевой. И если выявляются факты необоснованного этого роста, то принимают соответствующие административные меры. Вторая встреча прошла уже в райцентре с руководителями структурных подразделений Сосногорского региона с Северной железной дороги. Территория обслуживания предприятия обширная, как и география вопросов. Спрашивали, например, про будущие шахты Интауголь, из-за простоев которой железнодорожники понесли убытки в части грузоперевозок. Пригородные перевозки регион вот уже пять лет компенсирует в полном объеме. Нынешние маршруты сохранятся, а дополнительных речи пока не идет. Спроса нет. Спрашивали, что для Воркуты означает включение в арктическую зону, а также о том, какими Вячеслав Газир выйдет ближайшие 10-15 лет для республики. Но завершился разговор на приятной ноте. Вопрос, ставший чуть ли неизвечным для сосногорцев, будет ли в городе бассейн. Вот тоже два конкурса, которые в этом году в конце уже состоятся. Список объектов, которые туда вошли, утвержден президентом правительства. И в том числе туда вошел объект строительства бассейна. С небольшим универсальным залом. И в следующем году должно начаться строительство. По словам руководителя региона, это и другие социальные программы будут реализованы, несмотря на дефицитный бюджет, при помощи частного государственного партнерства. Александр Набурович, Павел Щеглов, телеканал Юрган, Сосногорский район.